В эфире Дороги к Свободе перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Национальные проблемы в России. Как они могут повлиять на судьбу страны? Как отразятся на постсоветском пространстве в целом? Мы сегодня будем говорить об этом в нашей киевской студии с доктором политических наук, профессором Михаилом Савом. Здравствуйте, Михаил Валентинович. Михаил Сава в последние месяцы, можно сказать, живет здесь, в Украине. Вы получили политическое убежище? Статус убежица. Статус убежица в Украине. До этого он был профессором Кубанского государственного университета. Наши слушатели знают о тех проблемах, которые были у Михаила Валентиновича в Российской Федерации. Мы много об этом рассказывали в нашем эфире. Но, собственно, не скажу, что это специфические проблемы у Михаила Валентиновича. Такие проблемы, к сожалению, есть у многих российских гражданских активистов. Но, тем не менее, рад вас приветствовать здесь, в Украине. Надеюсь, что здесь ваша научная и политологическая деятельность продолжится успешно. Спасибо, уже продолжается. Но вот на самом деле, эта тема национальных проблем России, знаете, я сам ее занимаюсь с конца 80-х, начала 90-х годов. И тогда, в конце 80-х, начале 90-х годов, казалось, да, вот у нас был в независимой газете отдел республик. Он казался не только союзных республик, тогда назывался, а и автономия России. Потому что каждая из этих республик была частью политического ландшафта. Татарстан, Башкортостан, Чечена-Ингушетия, Якутия, Тува. Это все были субъекты политической активности. И возникает вопрос, это вообще навсегда исчезло из российской политики? Нет, конечно, не навсегда. Даже сейчас этнические элиты, то есть руководство некоторых республик в составе России, продолжает быть очень активным игроком на политической арене. Другое дело, что об этом очень мало информации. Другое дело, что каток унификации, который был запущен в первое президентство Путина, очень сильно прошелся по этим политическим элитам. И они сегодня позволяют себе намного меньше, чем позволяли в 90-е годы. Но буквально в последние два года начала возрастать тенденция более активно ставить вопрос о защите коллективных каких-то этнических прав. Хотя ученые очень много спорят, есть ли вообще коллективные права. Или права принадлежат только конкретному человеку. Ну вот буквально недавние события это подтверждают. В конце октября Конституционный суд Республики Саха-Якутия принял очень интересное постановление, в котором заявил, что у якутского народа на территории Якутии, поскольку он здесь сформировался и живет, есть особые права по сравнению с другими любыми общностями. Очень интересное, совершенно неоднозначное решение. Но для меня сейчас оно важно в одном плане. Такого не было много лет. Да, и Конституционный суд Российской Федерации изгонял подобные формулировки из Конституции Российских Республик методично, я бы сказал. Не только Конституционный суд. В общем, ради этого был создан Институт полномочных представителей президента. Точнее, он был переформатирован именно под эту задачу. И в первую пятилетку нашего века эта задача, казалось бы, навсегда была решена. Эти формулировки исчезли из законодательства. Сейчас они возвращаются вот в такой интересной форме решений высших судебных органов республик. В ситуации, когда подобные решения принимаются, считаете ли вы, что это такой элемент фронды? Или республиканские элиты все-таки начинают понемногу понимать, что Москва уже не столь всесильно, сколько это было еще недавно? И то и другое, Виталий. Они сами еще не особенно разобрались, что это такое, но они уже инстинктивно понимают, что это необходимо делать. Во-первых, когда звучат такие заявления со стороны политических элит, народ, как правило, воспринимает это очень позитивно. То есть республиканская власть приближается к народу. С другой стороны, это важный элемент политической игры, элемент такого торга между элитами республик и федеральной элитой. Картинка, которую показывают информационные российские каналы, очень благостная. Везде тихо, все за единую Россию, все любят Путина. На самом деле это далеко не совсем так. Если говорить о рейтинге популярности президента России, то он очень разный в разных субъектах Российской Федерации. И на этот рейтинг очень сильное влияние оказывает масса факторов. Историческая память. Например, память о войнах, которые вели народы, населяющие какую-то конкретную республику. Память о депортациях времен Сталина. Память о войнах уже 90-х годов, которые очень ожесточенно велись, например, на Северном Кавказе. И множество других факторов. Так вот, нынешние политические элиты понимают, что им уже надо как-то шевелиться. Что нечто меняется в их отношениях с федеральным центром. Скажите, вот я хотел обсудить, знаете, какой вопрос? Вопрос прецедента. Потому что что я имею в виду? В Советском Союзе, как бы казалось бы, что вся территория, так сказать, международно признана. Нет никаких вопросов правовых. Но был вопрос Латвии, Литвы и Эстонии. Потому что были страны, которые признавали Латвию, Литву и Эстонию в качестве союзных республик СССР. Были страны, среди них Соединенные Штаты, которые не признавали их качество субъектов Советского Союза. Потом получился такой прецедент, что когда Госсовет СССР признал независимость Латвии, Литвы и Эстонии, то получилось, чем вообще эти союзные республики отличаются от других, кроме факта оккупации 40-го года. Ну хорошо, но их оккупировали в 40-м, а нас там в 20-е годы, как Грузию или Азербайджан, или Армению, или ту же Украину. Вот была у нас государство, потом вошла Красная Армия. Чем мы просто раньше это произошло? Чем мы отличаемся? Мы тоже можем восстанавливать государство. И вот сейчас возникает такой интересный вопрос. Это Крым. Вот это республика в составе Российской Федерации, согласно российскому законодательству. Но никто этого практически не признает. Нет такого государства, по сути, в мире, в течение там нескольких, да, кажется, которые признали то, что Крым является частью России. И вот если представить себе, что на каком-то повороте российской истории, скажут, ну да, действительно, республика Крым, это не часть России, это украинская автономия, как была, так и осталась. Мы понимаем, что это решение было неконституционно. Сразу возникнет вопрос, о чем отличаются другие российские республики, чем республика Тува отличается, которая была, по сути, аннексирована в 44-м году, тоже без всякого референдума, решением всего лишь малого хурала Тувинской народной республики. Она была присоединена к Российской Федерации в качестве автономной области, но если Крым не часть России, почему-то Ва часть. И так можно дойти до 20-х годов и до ликвидации той государственности, которую имели народы России после февральской и октябрьской революции. Вот поэтому я всегда подчеркивал, что аннексия Крыма создала намного больше проблем режиму Путина, чем принесла решений. Несмотря на то, что аннексия Крыма стала мощной скрепой, которую путинский режим очень любит, она вызвала ту самую проблему, о которой вы сказали. Она создала прецедент. Ведь действительно, многие территории в составе России вполне могут заявить о том, что они тоже были аннексированы. Этот вопрос просто не поднимался, поскольку в начале 90-х годов был достигнут некий общественный договор. То есть вот те, кто был в составе Российской Федерации по состоянию на август 91-го года, вот они в ней находятся как бы по факту, в силу исторической памяти. И вдруг аннексия Крыма, которая меняет ситуацию. Я думаю, что политика путинского режима в отношении Украины на протяжении двух последних лет, не только Крым, но и Донбасс, который является ярким проявлением поддержки сепаратизма, заложили серьезнейшие мины замедленного действия. И может быть не очень долгого действия. Поскольку не воспользоваться этими прецедентами, российские сепаратисты просто не смогут. Они, конечно, этим воспользуются. Конечно, это будет одним из аргументов, если только федеральная власть ослабнет настолько, что сепаратистские движения начнут открыто заявлять о своих претензиях. А это не исключено. Ну вот есть еще один очень важный прецедент, мне кажется, который может быть скорее такой условно-позитивный с точки зрения сохранения территориальной целостности. Это Чечня. Когда в принципе вы соглашаетесь с тем, что в Чечне работает, ну скажем так, практически автономный режим, и что его автономность может быть настолько далеко идущей, что он может себя ощущать вольготно даже на прочей территории Российской Федерации, если имеет соответствующие документы и права, подтвержденные в Грозном. Но при этом сама Чеченская Республика остается субъектом Российской Федерации, при этом таким преданным субъектом, при этом таким охранителем самого единства Российской Федерации. Вы, наверное, помните, Украина была такой второй республикой практически чуть ли не до августа 1991 года. Стержень сохранения Советского Союза, даже не Российская Федерация Ельцина, а Украина, тогдашняя, так сказать, которая имела сильную парторганизацию, эта парторганизация боролась с национализмом, и все взгляды Кремля были вот сюда, в Киеву, и вдруг в августе 1991 года оказалось, что совсем нет. И такое восприятие Украины в те времена было совершенно логичным. Россия как бы само собой являлась стержнем, поэтому нужно было смотреть на Украину. В настоящее время Чеченская Республика – это очень интересное явление. Я бы сказал, что не Чеченская Республика является самым верным субъектом Российской Федерации, а ее нынешнее руководство принесло вассальную клятву лично Путину, создался такой своеобразный режим лично преданного Кадырова и его окружения, но это имеет очень мало общего с позицией большей части населения Чечни. Война там шла совсем недавно. До сих пор не решена проблема огромного количества пропавших без вести. Вот буквально вчера Европейский суд по правам человека принял решение коммуницировать около 50 жалоб родственников, пропавших без вести во время чеченских войн. И это будут решения не в пользу Российской Федерации. Историческая память там до сих пор кровоточит. Я бы сказал, что Чеченская Республика сегодня это практически суверенное государство, которое живет за счет бюджета Российской Федерации, за счет внешних вливаний. Хочу подчеркнуть, что воловой региональный продукт в Чеченской Республике на душу человека самый низкий в России. Ну, если не считать Крым. В Крыму он еще ниже. Другими словами, это территория, лидеры которой, в общем, решили те задачи, которые ставили перед собой чеченские сепаратисты. С одной стороны, полная самостоятельность во внутренних делах. С другой стороны, отсутствие необходимости зарабатывать деньги. Они и так приходят, как выразился один раз лидер этой республики, Аллах дает. Но я почему спрашиваю о Чечне? Потому что я подумал, что, может быть, в будущем это вообще будет модель российского государственного существования. Знаете, такая цепь независимых государств, как ярлыки, но так золотая орда существовала в количестве столетиями. Я не думаю. При нынешнем режиме такое возможно. Режим, безусловно, слабеет. В условиях снижения экономических показателей и санкций он будет экономически слабеть и дальше. Денег будет просто не хватать на всех. Но при нынешнем режиме вот эта цепочка полунезависимых государств еще возможна. Это даст возможность Путину делать вид, что все в порядке. Но при смене власти, безусловно, нужно будет наводить порядок в стране. Если кто-то не может быть в России, наверное, он и не будет в России. Но те, кто останутся, станут Россией. В буквальном смысле слова. В буквальном смысле. Я думаю, в буквальном смысле слова. Не в смысле этнической унификации, когда все выравняются и будут одни русские. Нет, безусловно. Сейчас в России нет политической, государственной идентичности. Вот тех самых скреп, о которых мечтает режим, их просто нет. То есть нет каких-то выгод и преимуществ, которые бы позволяли людям гордиться тем, что они россияне. Есть множество региональных идентичностей, национальных, религиозных идентичностей. Но нет общероссийской. Ее предстоит вырабатывать. И, вероятно, не все согласятся в эту идентичность войти. Да, но тогда опять возникает вопрос, где правовые основания для того, чтобы для кого-то выпускать из государства, если нет вот этой близости, идентичности. Но правовых механизмов сейчас нет. То есть если сегодня какой-то субъект Российской Федерации захочет выйти, фактически это будет невозможно. Но я говорю не о той России, которая сейчас пугает весь мир. Я говорю о той России, которая должна возникнуть. И, безусловно, такие механизмы должны быть найдены. Дело в том, что Россия сегодня страна очень разнообразная. Но есть такое понятие гетерогенность, то есть степень различий. Так вот, по уровню гетерогенности это, наверное, самое разобщенное государство мира. Начиная от экономического разнообразия и заканчивая религиозным. Поэтому необходимы, действительно необходимы те самые скрепы. Но скрепы позитивные, а не скрепы страха, которые работают сегодня. Напомню, что в программе «Дороги к свободе» сегодня участвует доктор политических наук, профессор Михаил Сава, ведет эту программу, Виталий Портников. Скажите, Михаил Владимирович, а вот о народах России там можно говорить, анализировать ситуацию, отношение к происходящему, роль каждого народа в своей республике там долго. Но вот тут очень важный вопрос. А русские в Российской Федерации, это сейчас единые народы? Да я почему спрашиваю, потому что к моменту краху Советского Союза, вот русские в каждой из союзных республик представляли себя совершенно отдельные общины, совершенно, я бы сказал, различными идентитетами. Вот, допустим, в Латвии и Эстонии это были реально вот такие русские общины, в национальном смысле слова, да, и они во многом такими остаются. Они до сих пор голосуют либо за собственные политические партии, либо за партии, которые как-то выражают их собственные интересы общинные. А в Украине русские практически вот тогда уже были частью общего такого гомогенного этноса. Тут о гетерогенности в таком вот разделении между украинцами и русскими этническими говорить не приходилось. В России, мне кажется, это многие не понимали, но после 2013-2014 годов это стало очевидным, когда здесь очень многие люди, которые этнически русские, оказались политически украинцами до такой степени, что готовы были идти добровольцами в Крым или на Донбасс и воевать за театральную целостность страны. И таких людей немало, как вы знаете. А вот в самой России можно ли говорить, что русская национальная идентичность, она едина? Нет. Такой единой идентичности нет. И это, естественно, поскольку Россия огромная страна. На Дальнем Востоке примерно половина живущих там русских никогда не была в европейской части страны. Просто не была. Это слишком дорого и необходимости не возникало. Люди не видели Кремля, Красной площади, Москвы. Тем не менее, они русские по паспорту, но регионально они, безусловно, дальневосточники. Можно выделить несколько таких крупных региональных идентичностей. Где-то эти идентичности сформированы просто исторически. Где-то существуют и культурные различия между русскими, которые живут. Ну, например, русские, которые живут на Кубани, безусловно, имеют культурную специфику по отношению ко всем остальным русским. Если вспомнить историю формирования славянского населения Кубани, то большую роль в этом сыграли запорожские казаки. Целое войско, переселенное на Кубань. До сих пор сохранилась Балачка. Она бытует в казачьих станицах западной части Краснодарского края. И такие же региональные различия мы можем найти на севере, на Урале, в Сибири. Еще в XIX веке под уголовные статьи попадали так называемые сибирские областники. То есть сторонники автономии Сибири, которые говорили о том, что сибирские ресурсы Российская империя использует односторонне. Ничего не давая этому региону, не развивая его. Точно такие же настроения мы можем зафиксировать и сегодня. Вот когда вы говорите о Кубани, здесь в Украине очень многие до сих пор распринимают и Кубани, целый ряд других территорий России пограничных. Как такие территории, которые стали цивилизационной границей между украинцами и русскими в самой России. При этом украинцев там немало. Кубани это вообще часть такого украинской исторической памяти, фольклора, чего угодно. Но возникает вопрос, осталось ли это на самом деле? Нет, на самом деле этого не осталось. Можно говорить только о культурном своеобразии. Дело в том, что кубанские казаки, в том числе запорожцы, к моменту переселения на Кубань, они не были украинцами, в общем-то. Еще только шло формирование этого этноса. И поэтому исторически на Кубани не было украинской идентичности. Была региональная идентичность. Кубанские казаки не считали себя русскими во времена Российской империи. Да, не считали себя кубанскими казаками. Они считали себя кубанскими казаками, но украинцами они тоже себя не считали. Хотя говорили на диалекте, который, по крайней мере в то время, был очень близок к украинскому языку. В настоящее время можно говорить только о культурных особенностях. Хотя я видел карты, особенно много их в интернете, где Краснодарский край присоединен уже к Украине. То есть в чьих-то мечтах. На самом деле все намного сложнее. Вот если говорить о понимании российским обществом, вот это, так сказать, гетерогенности существования в стране. Оно вообще существует? Или в принципе люди живут в каждой своем регионе, не очень задумываясь о том, что происходит с соседними, как там себя ощущают люди? Еще несколько лет назад люди действительно жили в каждой своем регионе, не задумываясь об этом. Но задуматься о гетерогенности заставила миграция. Сначала миграция начала 90-х годов, когда люди из республик бывшего Советского Союза вынуждены были переезжать из точек конфликта. Для Кубани, например, это армяне, это курды, это курды-язиды, которые появились именно в то время. Это турки-месхитинцы, которые появились там в начале 90-х годов. Затем пошла трудовая миграция из государств Центральной Азии, которая также поставила вопрос о том, что люди бывают разными. Есть такое понятие в науке, индекс мозаичности. Он показывает, насколько часто теоретически у жителя какого-то города или региона есть возможность столкнуться и пообщаться с человеком другой национальности. Так вот, в областях Центральной России этот индекс был настолько низким, что его можно было не учитывать. В то же время на Кубани этот индекс был 0,25. То есть на два порядка больше была вероятность межнационального общения. В настоящее время российские мегаполисы это уже города, населенные далеко не одними только русскими. Можно говорить о том, что межнациональное общение происходит буквально каждый день в крупных городах и в некоторых приграничных регионах. Поэтому вопросы о гетерогенности, что называется, российское общественное сознание начало осваивать. Это достаточно новая и очень тяжелая тема. Отсюда всплеск популярности националистических движений, антимигрантских движений и любых других движений, которые проповедуют ксенофобию. Ну вот согласитесь, что Российская империя, она при всех своих особенностях имела такую еще отличительную черту, как искусственное сохранение гомогенности проживания населения. Во времена именно имперские, но это экономически, фактически, так сказать, обеспечивалось. Обеспечивалось и законодательными актами, как черта оседлости для евреев, которые точно не могли в большом количестве пересечь границы бывшей Речи Посполитой. А во времена Советского Союза это была прописка, это была национально-культурная политика. То есть целый ряд мер, которые я бы, как это сказать вообще точнее, позволял русским жить в империи, как будто это их собственное национальное государство. То есть для того, чтобы встретиться с так называемым инородцем, нужно было самому куда-то уехать. Но если ты сидел себе спокойно дома, вот в этом русском регионе, в Центральной России, на Дальнем Востоке, в Сибири, на большую часть территории, то ты, в общем, никогда в жизни с ним не мог встретиться, только там фонтан дружбы народов напоминал, что он вообще существует. И тогда это просто некий персонаж из фильма «Свинарка и пастух». Друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Потому что где нужно было этого друга увидеть? Надо было приехать в Москву на выставку, и он там как экспонат. Армянин, азербайджанец, грузин. Или в кино. Или там таджики, или в кино. Ну просто живого можно было увидеть вот так. Ну или он там приехал на какие-нибудь дни дружбы. Помните, любили тоже эти мероприятия, но они тоже были регламентированы. Приехал на неделю, и потом себе, так сказать, уезжай в свою цветущую республику, и не морочь нам здесь голову. А сейчас ведь ситуация меняется так стремительно, что я вот действительно, вот вы говорите, что в больших городах людей разных национальностей все больше и больше. Это же факт, да, мы это видим по Москве, по другим городам. Как, вот русский человек, который, ну обычный человек, он же ведь не участник политических процессов, он привык жить в одном мире. И вот именно сейчас, на наших глазах, этот мир становится, ну совершенно другим. И это очень некомфортно для большинства русских, которые действительно столкнулись с этим явлением. Ну, во-первых, Россию накрыла глобализация. При советской власти переезды с места на место были большой проблемой, в общем-то, редкостью. Ну, можно было уехать на комсомольскую стройку, можно было отслужить в армии и остаться где-то в другом регионе. Но люди из-за института прописки и из-за недоступности жилья переезжали очень редко. Сейчас ситуация изменилась. Население России мигрирует чрезвычайно активно. Кроме глобализации, которая затронула всех, есть еще внутрироссийские проблемы. Я уже говорил о гетерогенности, ну, например, в республиках Северного Кавказа в общем составе населения молодежи около 30%. А в областях центральной России молодежи не более 12%. Другая демографическая ситуация. Кавказская молодежь переезжает, они не находят себя в Дагестане, в Чечне, в Ингушетии. Для них там нет работы, для них там просто нет места. Они едут куда-то, и они становятся тем самым чужим миром, который воспринимается очень тяжело. Это проблема двух сторон. Ни Кавказы еще не умеют быть собой в чужом окружении, не нарушая права других людей. Ни русские не научились принимать таких людей и как-то воспринимать их. Такими, какие они есть, скажем так. То есть, от мигрантов требуется либо измениться и стать такими, как мы, либо уехать. И это ситуация большинства контактов. Либо мигранты должны не высовываться на поверхность. Вот был такой интересный период, когда трудовую миграцию россияне практически не замечали. Они не видели таджиков, узбеков. Почему? Потому что в самом начале нашего века, когда это явление возникло, сами трудовые мигранты жили в своих подвалах, полуподвалах и старались не выходить. Им даже за едой ходили какие-то местные, которым это поручалось. Этих мигрантов не видели в городах. Прошло 5-6 лет, и эти люди начали появляться в общественных местах. Они начали сами ходить в магазины. Они начали появляться в развлекательных центрах. Более того, многие из них увидели, что замечательно здесь бы вообще остаться и не возвращаться домой в Среднюю Азию. Когда я последний раз был в Ташкенте на очередной конференции, я включил местный телевизор и на местном языке просмотрел очень интересный сериал. Основная идея. Узбекский юноша поехал в Россию на работу, решил там жениться. И вот весь сериал посвящен тому, как его родственники пытаются помешать этому. Причем это не комедия. Это совершенно серьезный ответ на серьезную проблему, которая возникла для этих обществ. Я это переживал, наблюдал все это в офисе. Совершенно. В Москве. Мне для этого не нужен сериал. Совершенно верно. Я видел такого узбекского юношу, который вот так женился в Москве и как это все выстраивалось в его жизни. И оказался потерянным для семьи, его надо было вернуть. Это другое общество. Эти люди увидели, что у них намного больше свободы. Даже в России у них намного больше свободы, чем дома. Многие из них остаются, но оставаться тоже непросто. Перед ними уже возникает выбор им быть прежними, им стать русскими или им пойти по какому-то другому пути. То есть в России сейчас огромное количество нерешенных проблем. Причем это проблемы не только власти. Это проблемы самих людей, которые с такими проблемами столкнулись впервые. Ведь на самом деле вы видите, что это разные две парадигмы. Есть действительно жители бывших советских республик, они граждане других стран, которые, кстати, даже более спокойно воспринимаются россиянами, чем их собственные соотечественники, которые, допустим, приезжают из Кавказа. И тут вот всегда разделение. Даже российские медиа пишут о гражданах России, которые приезжают из Кавказских республик, как о неких иностранцах. Да, тональность примерно такая же, как если бы они описывали каких-то иностранцев. Причем и в Инбушетии, и в Чечне вы тоже в бытовом разговоре вполне можете услышать такую фразу. Ну, нужно поехать в Россию. То есть и эти люди ментально не воспринимают себя в качестве россиян. Вот эта проблема межкультурного контакта русских и выходцев Северного Кавказа стоит очень остро. Дело в том, что в русской культуре поведение Кавказа воспринимается как чрезмерно агрессивное. Ну, например, жесткую ответную реакцию встречали танцы на площадях, танцы в публичных местах. Вот это публичное исполнение Лесгинки воспринималось как претензия на то, что эта земля уже тоже их земля. На чужой бы не танцевали, другими словами. Ну, это же их земля, это же их столица. Москва, столица России, Дагестан или там Чечня такой же субъект Российской Федерации, как Московская или Белгородская область. Разве нет? Вот это и есть очень серьезное противоречие, но противоречие не в законе. С точки зрения закона все нормально. Да, это действительно общая земля всех россиян, но с точки зрения общественного сознания это большая проблема. Наша земля и их земля все еще живет в сознании и очень долго будет жить. У русских, которые живут в Ставропольском крае, в настоящее время очень высок уровень треводи из-за дагестанской миграции. Восточные районы Ставропольского края. Когда я проехал по той территории, я мог очень четко сказать, где на Ставрополе заканчивается зона влияния, зона заселения даргинцев. Это там, где на заправках уже нет молельных комнат для мусульман. Вот там, где заправка оборудована молельной комнатой, это уже в общем-то не Ставропольский край, это уже продолжение республики Дагестан. Местные русские воспринимают это как вытеснение. Дело в том, что очень отличаются культурные традиции, очень отличается бытовое поведение. Чтобы привыкнуть к этому, необходимы десятилетия или в лучшем случае многие годы. А процесс идет быстрее. Вот это вот и важный вопрос. Есть ли эти десятилетия? Нет, процесс идет намного быстрее. Не возникает это привыкание, поэтому возникают конфликты. Я могу сказать, что, например, на той же Кубани, где я живу и которую хорошо знаю, традиция взаимодействия людей разных национальностей насчитывает столетия. Ну, армяне там поселились до запорожских казаков и до донских казаков, например. Адыгейцы там жили всегда, они там сформировались как этнос. И несколько столетий такого совместного проживания выработало понимание, что можно, чего нельзя. Чаще в современной России этого времени не было, понимания нет, поэтому возникают конфликты. Ну вот, собственно, на этом моменте и на надежде, что какое-то понимание будет искаться исторически, да, или, по крайней мере, мы увидим, какие плоды принесет непонимание. Я предлагаю наш диалог сегодня завершить. Завершить, поблагодарить нашего гостя, доктора политического, профессора Михаила Савва за участие в нашем сегодняшнем программе. Спасибо, Михаил Валентинович, что были с нами. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые слушатели. Программу для вас провел Виталий Портников. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова